Если у вас есть в вашей Библии, откройте со мной первую книгу Царств, 17-ю главу. Первая Царств, 17. Популярное место Писания. Начиная с первого стиха, мы будем по 12-й читать. А затем мы начнем читать со стиха 45-го до стиха 51-го. 2 стиха 51. Он выступил из стана филистимского единоборец по имени Голиаф, из Гефа. Ростом он шести локтей и пяди, медный шлем на голове его, и одет он был в чешуйчатую броню. И вес брони его 5000 сиклей меди. Медные наколенники на ногах его и медный щит за плечами его. И древко копья его, как навою ткачей. А само копье его в 600 сиклей железа. И перед ним шел оруженосец. И стал он кричать к полкам израильским, говоря им, зачем вы вышли воевать? Не филистимлянин ли я, а вы рабы Сауловы? Выберите у себя человека, и пусть он сойдет ко мне. Если он может сразиться со мной и убьет меня, то мы будем вашими рабами. А если же я одолею его и убью его, тогда вы будете нашими рабами и будете служить нам. И сказал филистимлянин, сегодня я посрамлю полки израильские, дайте мне человека, и мы сразимся с ним вдвоем. И услышали Саул и все израильтяне эти слова филистимлянина, и очень испугались и ужаснулись. Теперь Давид был сын Еврофянина из Вифриема Иудина по имени Исея, у которого было 8 сыновей. Этот человек во дни Саула достиг старости и был старший между мужами. Стих 45. А Давид отвечал филистимлянину, ты идешь против меня с мечом и копьем и щитом, а я иду против тебя во имя Господа Саулафа, Бога воинств израильских, которые ты поносил. Ныне предаст тебя Господь в руку мою, и я убью тебя и сниму с тебя голову твою, и отдам трупы войска филистимского птицам небесным и зверям земным, и узнает вся земля, что есть Бог в Израиле, и узнает весь этот сон, что ни мечом, ни копьем спасает Господь, ибо это война Господа, и Он предаст вас в руки наши. И Он предаст вас в руки наши. Когда филистимлянин поднялся и стал подходить и приближаться навстречу Давиду, Давид поспешно побежал к строю навстречу филистимлянину. И опустил Давид руку свою в сумку и взял оттуда камень и бросил из прощи и поразил филистимлянина в лоб, так что камень вонзился в лоб его, и он упал лицом на землю. Так одолел Давид филистимлянина прощею и камнем, и поразил филистимлянина и убил его. Меча же не было в руках Давида. Тогда Давид подбежал, и, наступив на филистимлянина, взял меч его и вынул его из ножен, ударил его и отсек им голову его. Филистимляне, увидев, что силачих умер, побежали. Я хочу взять сегодня текст с первого стиха. Филистимляне собрали войска свои для войны и собрались в Сакхофе, что в Иудее. Я хочу проповедовать сегодня на тему, что делать, когда твоя хвала захвачена. Что ты делаешь, когда твоя хвала захвачена? 1 Царств 17 говорит нам о филистимлянах, расширяющих границы их империи. И теперь они приходят, чтобы воевать с их некогда неприятелем и врагом-соперником Израилем. Из всех мест, где можно было бы собрать войска для войны, филистимляне выбирают стратегически на месте, называемом Сакхоф, которое находится в Иудее. Иуда, конечно, мы знаем, означает хвала. На иврите это слово «яда» пишется «яда-хей», что означает «хвала». Протянуть свои руки в благодарении. Корневое слово означает «рука», оно также означает «власть и владычество». Ты не можешь хвалить и не получить силу. Вторичный корень слова «яда», «яда» без «хей» в конце, означает «быть в близости». Ты не можешь хвалить и не забеременеть. Так что враг понимает, что если он хочет поразить Божий народ, он должен взять единственное реальное оружие, которое у них есть. Я знаю, сейчас мы уловлены всеми этими веяниями, и каждый Новый год печатаются новые книги, и мы приходим в восторг насчет духовного сражения. Это стало модным словечком последние лет пять. Но мы сражались задолго до того, как узнали, как это называется. Задолго до того, как мы поняли греческий и иврит, мы знали, что если у вас есть три или четыре человека, и они начинают превозносить имя Бога, то что-то меняется в духовной атмосфере. Итак, Библия говорит, что из всех мест, где филистимляне могли бы собраться, они собрались в Сакхофе, который принадлежит Иуде, потому что враг знает, что если он возьмет твою хвалу, он может поразить тебя. В конечном счете, вся битва — это насчет аспекта хвалы, потому что хвала — это центральный вопрос всей теологии. Теология должна, по сути, называться доксологией, славословием. Ты не можешь вообще-то дать определение Богу, пока не начнешь хвалить Его. Теология рождается из поклонения. Мы сначала поклоняемся, а из процесса поклонения расширяется наше видение Бога, и потом наше понимание Бога становится ясным. Чем больше мы хвалим, тем больше мы видим. Давид говорит, «Возвеличьте все Господа со мной». Возвеличить не означает сделать больше. Как ты можешь сделать Бога большим, если Он превыше всякого измерения? Возвеличить означает изменить восприятие того, кто смотрит на объект. Когда вы смотрите на что-то через увеличительное стекло, вы на самом деле не изменяете то, на что вы смотрите, но ваше восприятие изменяется. Враг хочет твою хвалу, потому что он знает, что если он сможет взять твою хвалу, он сможет заставить тебя замолчать, он сможет поразить тебя, он сможет разрушить тебя. Если он сует нос в твои дела, это потому что твоя хвала присоединена к твоим делам. Он не лезет в то, к чему твоя хвала не присоединена. Это бессмысленная война — атаковать то, к чему твое сердце не присоединено. Так что он знает, что если твое сердце присоединено к каким-то вещам, он может взять на куролесец этими вещами и забрать твою хвалу. Не ведите себя так, будто такого никогда не случалось с вами. Не ведите себя так, будто вы не оставались дома однажды в воскресенье, потому что у вас порвались чулки, или у вас не завелась машина, а вы даже никому не попросили помочь вам. А из-за того, что ваш холодильник сломался, вы пропустили изучение Библии. Врагу нужно только прикоснуться к некоторым вещам в нашей жизни, чтобы заставить нашу хвалу замолчать. Когда мы действительно верим так, как мы поклоняемся, тогда Христос действительно становится центром нашей радости. Когда все, что мы делаем, основано на нем, а не на том, что мы можем получить, тогда война врага умолкает. Библия говорит, что когда Иисус сражался с дьяволом посреди пустыни, и было словесное сражение, дьявол сказал, «Приди и склонись предо мной, и поклонись мне». Иисус сказал, «Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи». И следующий стих говорит, «И дьявол ушел». Дьявол не уйдет, пока аспект поклонения не разрешится. Но когда ты говоришь ему, что он не получит никакой хвалы, он прекратит воевать. Он прекратит войну. Итак, Библия говорит, что филистимляне из всех мест, где они могли собраться, они собрались в месте, называемом Сокхов, который принадлежит Иуде. Они пришли украсть хвалу Израиля, потому что они понимали, что сила Израиля в их Боге. И их Бог совершал великие подвиги через тех, кто хвалил его. Они собрались на месте, называемом Сокхов. Сокхов на иврите означает «грань». Это означает «разделять», «помещать разделение». Когда враг может отделить тебя, отделить мужа от жены, отделить детей от родителей, отделить церковь от их пастора. Когда враг может отделить тебя, он может разрушить тебя. Его величайшее оружие – разделение, потому что это самое легкое и результативное оружие. Чтобы разделить людей, не требуется много. Просто закатить глаза или цокнуть языком. Сплетни, слух, рассказанные по телефону поздно ночью. Что-то, сказанное по пути из церкви. У кого-то не было времени пожать кому-то руку. Это оружие, не требующее много амуниции. Им можно причинить много проблем. И иногда у нас в церкви большое внимание маленькому, а маленькое внимание большому. Грех есть грех. Всякий грех – это грех, и всякий наказывается смертью. Всякий грех будет судим Богом. Но есть разные степени греха в том смысле, что грех по-разному влияет на нас. Мы обращаемся с некоторыми грехами, как с намного более опасными, чем с другими. Мы заставили замолчать блудников, потому что они совершили грех. И мы правильно сделали. Они совершили грех, и грех, который они совершили, был против их плоти. Но есть другой грех, который хуже, чем блуд, потому что блуд просто приносит беспорядок девушке и парню в постели. А если ребенок рожден, то самое худшее – всем троим. Но есть другой грех, называемый разделение. Отмечайте тех, кто производит разделение. Мы толерантны к ним. Мы позволяем им сидеть в нашем духовенстве, держим их в нашем совете директоров, и мы позволяем им петь в наших хорах. Но Библия говорит, не заставляйте блудника замолчать, восстанавливайте его. А производящее разделение – это как рак, потому что это оказывает влияние не только на тебя и меня, но это влияет на каждого, кто слушает нас и слышит нас. Иногда нам нужно... У нас есть фотограф, который фотографирует проповедников сегодня, но каждой церкви нужен фотограф, который делает фото человека, который производит разделение. Эту фотографию надо дать каждому ашеру и сказать, если эта козявка попытается сюда войти, остановите его у дверей. Вам нужно иметь фото в классе новых сотрудников, а также среди новых обращенных и сказать, если этот человек позвонит тебе, если этот человек зайдет к тебе домой на вечернюю молитву, если этот человек попытается заскочить к тебе, вот тебе пять долларов, сделай определитель номера, и если он звонит, не поднимай. Потому что они произведут разделение. Потому что враг понимает, что если он сможет скормить ложь тебе насчет твоего лидера, когда время твоего освобождения придет, эффект веры людей Божьих, молящихся за тебя, определяется тем, что ты думаешь о человеке Божьем, или тем, что ты слышишь о них, когда ты не рядом с ними. И поэтому, если ты позволяешь себе слушать ложь и сплетни, и разделяющие вещи, то когда этот человек Божий возложит руки на тебя, когда тебе поставят диагноз рак, ты не думаешь, что это его руки пустые, а это твоя голова наполнена кучей беспорядка. Потому что эффективность дара основывается на твоем восприятии. Можешь ли ты воспринять дар Божий на человеке Божьем? Итак, разделение — это не атака против лидерства, это атака против твоего собственного освобождения. Я не могу позволить себе слушать всякую ерунду ради меня самого, потому что я не знаю, когда мне может понадобиться, чтобы эти люди Божьи возложили на меня руки. Сокхов — разделять. Азыка означает выкапывать. У врага есть уникальные инструменты, чтобы уничтожать Божье собрание или Божий народ. Если он не может разделить вас, он накопает что-нибудь о вас. Он напомнит вам о вашем прошлом. И он проинформирует других ребят о вашем прошлом. Он сделает вклад в ваше прошлое, чтобы разрушить ваше завтра. Потому что азыка означает «выкапывать». Враг хочет выкапывать. Он хочет, чтобы мы оставались застрявшими там, где мы есть, чтобы мы никогда не стали теми, какими Бог хочет нас видеть. Прежде чем я закончу проповедовать сегодня, вы узнаете, что иногда люди помнят вашу прошлую жизнь. Так что вы вечно не можете продвинуться дальше того, как о вас помнят в прошлом. Иногда на время вам нужно отделить себя от тех ребят, даже тех, которых вы любите, если они постоянно не позволяют вам продвинуться дальше того, где вы были. Сокхоф, Азека, Эфездамим означает «проливать свою кровь». Эфездамим означает «граница крови». Обратите внимание, что дьявол не выпустил стрелы, не бросил камни, не сел на коня, ничего не сделал. Он просто занял позицию. Есть некоторые позиции и расположения, которые говорят людям, что ты контролируешь ситуацию, а они нет. Иногда дьяволу вообще не нужно делать ничего, а просто кто-то посмотрит на тебя не так, и это может внести сумятицу в весь твой день. В бизнес-школе Гарварда есть некоторые занятия, которые можно посещать не всем. Есть информация, которая делится за закрытыми дверями. Банкиры знают, что их стулья должны быть немного выше, чем твой. Когда ты сидишь у юриста в кабинете, твой стул так спроектирован, что он на пару сантиметров ниже, чем у всех остальных. Так что подсоздательно ты смотришь снизу вверх и чувствуешь себя ниже стоящим по отношению к ним. Они еще и минуты не уделили тебе на консультирование, а ты уже борешься с комплексом неполноценности и готов отдать им, что они только захотят. Просто потому, что они заняли самовозвышающую позицию по отношению к тебе. Есть такие люди, чем чаще я прохожу по Царству Божьему, по Церкви, иногда я замечаю позиционирование. Есть позиционирование. Игры, в которые мы играем, вещи, которые мы говорим. Наше сердце далеко от Бога, но мы так долго играли в эту игру. Мы знаем, как назвать тебя доктор, и как пожать тебе руку, и как поднимать наши руки, и как делать все, что будет говорить, у меня все хорошо, у меня все в порядке. И все же иногда люди делают вещи, просто чтобы устрашать, просто чтобы принести страх в твою жизнь, просто чтобы внести сумятицу. Иногда тебе нужно быть внимательным к тому, как люди позиционируют себя рядом с тобой, и как ты позиционируешь себя. Иногда тебе нужно держать голову высоко, когда все неправильно, потому что ты не можешь дать врагу привилегию, видеть тебя упавшим духом даже на мгновение. Библия говорит, что враг собран в Сакхофе, который принадлежит Иуде, а Саул и народ Израиля собрались и расположились с Таном в долине Дуба и приготовились к войне против филистимлян. И филистимляне стояли на горе с одной стороны, а Израиль был на другой стороне. И посреди этого расположения, в этом позиционировании, в этом построении к битве, посреди этого появляется человек, по имени Голиаф. Голиаф на иврите имеет смысл изгнанник. До сих пор ведутся обсуждения насчет точного масштаба или значения в иврите. Но последние аккадские ученые исследовали слово и нашли в наиболее древних месопотамских текстах, что Голиаф в действительности означает прорицатель. Это, в свою очередь, может позволить нам посмотреть на оружие воинствования Голиафа. Голиаф был мастером использовать слова, чтобы воевать, чтобы делать войну. Большинство войн происходит, прежде чем прозвучит первый выстрел. Некоторые войны могут быть выиграны словом, а некоторые люди до сих пор ранены тем, что когда-то сказали люди. Случалось так, что когда ты был ребенком, ты бы предпочел, чтобы твоя мама побила тебя, вместо того, чтобы что-то сказала тебе. Итак, Библия говорит, что Голиаф появляется. И Голиаф из города Гефа. И дальше стихи с 4 по 7 дают нам параметры Голиафа. Там говорится, что он был... Ученые спорят от 3 до 3,5 метров. Я сделаю его 3,5 метров, потому что так будет лучше для проповеди. В любом случае, он высокий. На нем одет шлем в 30 килограмм и броня в 90 килограмм. То есть, около 100 килограмм оружия. Его щит настолько большой, что нужен взрослый человек, чтобы выкатить его. И взрослый человек, чтобы закатить назад. Его наконечник копья, как навою ткачей, то есть, 8-10 метров в длину. А вес наконечника копья 15 килограмм. Это 30-футовое копье с 30-фунтовым наконечником. Все в Голиафе, говорит, беги. Голиаф предназначен для того, чтобы когда он ступает на поле, ты поднимал белый флаг. Сама его внешность настолько ошеломляющая и внушительная, что в тот момент, когда ты увидишь его, вся сила воли, любое выражение лица, какое бы ты не принял, какую бы песню хвалы ты не спел, прежде чем прийти сюда, все это было бы разрушено грандиозностью противника, с которым ты встретился. Потому что невозможно посмотреть на него, посмотреть на себя и соозмерить себя по сравнению с ним и представить свою победу на любом уровне. Только натренированный глаз смотрит дальше очевидного. Только новичок, который приходит на поле битвы, разворачивается и убегает. Но те люди, которые прошли многие испытания и познали, что хвала — это грозное оружие в величайшем присутствии величайшего врага, те, кто также могут посмотреть на свое прошлое, но они не используют свое прошлое как извинение для своих проблем, а напротив, используют его как свидетельство для их будущего пророчества. Люди, которые не ищут ошибок, сделанных в прошлом, но воспринимают это как уроки, которые они выучили и осознали, что это не первая проблема, с которой они сталкиваются. Это поразительно. Когда ты смотришь на Голиафа, ты поражаешься тому, как он высок, насколько он большой, насколько опасный. Но любой, кто когда-либо изучал медицину или у кого медицинское образование есть или изучал образование костей или генетическое строение, ты начинаешь понимать, что есть нечто по природе неправильное с Голиафом, потому что Голиаф не является продуктом из шестой главы Бытия. Голиаф не гигант, который был результатом ангела, сожительствовавшего с женщиной. Этот гигант — это не получеловек и полуангел. Те ангелы были уничтожены Богом. Этот древний гигант — это причудо природы, он генетическая ошибка, казус. Если ты станешь твердо и посмотришь на Голиафа, ты увидишь, что его колени, они больше, чем надо. Ты увидишь, что его руки и суставы деформированы, потому что человеческое тело не предназначено расти до таких размеров и иметь дело с деформированным телом такого большого человека. Да еще и столько тяжести наверх добавить. Ты будешь поражен. И ты узнаешь, что Голиаф, хоть и большой, но у него есть проблемы. У него артрит. Его колени барахлят. Кости в сильной боли. Он ходит очень хорошо. Он не ходит прямо. Он предназначен, чтобы смотреться, как грозное оружие. Но если ты остановишься и посмотришь немного поближе, ты поймешь, что этот человек имеет дело с разрушающей болезнью. Что хоть он и гигант, он казус природы, он выглядит угрожающе, он выглядит убийственно, но когда ты противостанешь ему, тогда ты увидишь человека, который уже в полном раздрае, и добавить 200 фунтов оружия сверху, он выглядит, как устрашающее оружие. Он большой, но он медленный. Он большой. Но он не такой уж опасный. Положите сверху 30-футовое копье весом в 30 фунтов. Оно выглядит опасным, но оно не опасно. Оно неустойчиво. Если бы он бросил его, оно бы опрокинулось. Оно не предназначено для сражения. Это, в свою очередь, позволяет нам узнать кое-что насчет Голиафа. Голиаф не предназначен сражаться. Он никогда не намеревался сражаться. Все в Голиафе было для того, чтобы удержать тебя от сражения. Понимаете, враг знает, он никогда не победит в битве один на один. Он знает, что если на ринге ты и он, то это не ты и он, потому что ты никогда не сражаешься один. Когда бы ты не выходил на ринг, есть некто еще, кто стоит рядом с тобой. Итак, Голиаф понимает, что я никогда не выиграю в битве один на один, поэтому я должен не допустить их к битве. Знаете, многие из нас пропустили наши мечты, наше видение, наше желание и судьбу для нашей жизни, потому что это было так поразительно, что мы не могли поверить в это. Потому что, когда мы смотрели на это, оно слишком большое, у меня недостаточно возможностей, я недостаточно образован, недостаточно смышлен, мне это не подходит. У меня никогда не было того, что для этого необходимо. У меня нет связей, у меня нет того, что требуется, я не настолько помазан, я не так одарен, и мы ошеломлены грандиозностью того, что перед нами настолько, что даже не пробуем. Для большинства из нас это даже не вопрос способности принять или воспринять или достичь этих вещей. Все дело в том, что большинство из нас никогда не приняли и одного шага по направлению к этому. Потому что, когда вы смотрели на это, оно было больше вас. Иногда, когда вы посреди испытаний, оно настолько велико, что вы думаете, как я когда-нибудь вообще выйду из этого? Иногда, когда Бог призывает тебя быть лидером, и ты думаешь, как я могу сделать хоть что-нибудь, когда имею так мало? Когда ты смотришь на масштабность задания, когда ты смотришь на пророчество, а потом смотришь на себя, смотришь на то, что Бог сказал, а потом смотришь на себя, наверное, это говорят о ком-то позади меня. Без вариантов, что Бог это говорит ко мне. Голиаф. Все насчет Голиафа предназначено, чтобы удержать тебя от попытки когда-либо попробовать, удержать от тебя от попытки шагнуть за рамки, удержать тебя от движения в сферу веры, которую Бог приготовил для тебя. Библия говорит, что когда Голиаф появляется, он появляется и начинает говорить, потому что его имя дает нам некоторое понимание насчет его военных тактик. Он прорицатель. Он не собирается сражаться мечом и копьем, щитом. Он собирается воевать словами. Понимаете, многие люди будут пытаться разрушить тебя тем, что они говорят о тебе, будь то в лицо или за твоей спиной. Слова деструктивные, а они разрушительны. Слова в устах неправильного человека могут навредить и даже убить. У них есть сила жизни и смерти. И вот выходит Голиаф. Голиаф появляется и начинает кричать и начинает говорить им каждый день одно и то же, каждый день, выберите у себя человека и пусть сойдет ко мне. Если он может сразиться со мной и убьет меня, то мы будем вашими рабами. Если же я дали его, вы будете нашими. Посреди этого монолога на виду всего войска, посреди этого диалога между врагом и Божьим народом, посреди этой битвы, посреди этой войны, посреди всего этого. Стих 12. И сейчас Давид стих 12 кажется противоречит поэтической прозе этого текста. Потому что Первое Царство это историческая книга. Это не пророческий текст. Оно написано, чтобы передать нам истину или историю или историческое событие, которое произошло в прошлом. Поэтому вполне справедливо стих 12 не должен говорить «Сейчас, Давид». Он должен говорить «И тогда, Давид». Но если бы говорилось «Тогда, Давид», на всю вечность это было бы закрыто в классе воскресной школы, как история, которую рассказывают детям за чаем с печеньем. «Когда пророк хотел написать «Тогда», Дух Святой сказал «Не пиши тогда», потому что если это «Тогда», тогда это истинно работает только для Давида. Но если это сейчас, это принадлежит не только Давиду в прошлом, если это сейчас, это принадлежит тем, кто придет после Давида и скажет «Если Бог мог сделать это для Него, Он может сделать это и для меня». Сейчас уникальное слово в том смысле, что сейчас единственное слово, которое может передавать вечность. Вечность не может быть понятна в смысле времени, потому что время не вечно, потому что время и вечность две отдельные вещи. То, что во времени не может быть вечным, что измеряется временем не может быть вечно. Вечно это вечно. Время — это время. Время сотворено, и оно проявлено к существованию в рамках вечности. Но само по себе оно не вечно. Итак, будущее не вечно, потому что будущее — это время. Будущее в конце концов станет моим прошлым. Итак, я даже не могу верить в будущее, потому что будущее не вечно в том смысле, что что бы то ни было в будущем, оно в конце концов станет моим прошлым. Пять секунд. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Только что стали моим прошлым. Справедливо насчет шести секунд, справедливо насчет шести минут. Справедливо насчет шести минут, справедливо насчет шести часов. Справедливо насчет шести часов, справедливо и насчет шести дней. Справедливо насчет шести дней, справедливо и насчет шести тысячелетий. Будущее в конце концов станет чьим-то прошлым. Тогда что вечно? Если будущее не вечно, тогда что вечно? Сейчас вечно. Каким образом сейчас вечно? Потому что 6 секунд в будущем, 1, 2, 3, 4, 5, 6, это сейчас. Какое время тогда? Сейчас. Оно будет сейчас, сейчас. И потом 9 лет спустя оно будет сейчас. И 10 лет спустя оно будет сейчас. И через 1000 лет. Который сейчас, сейчас? Сейчас. Понимаете, сейчас вера это сущность того, на что мы надеемся. Сейчас мы сыны Божьи. Час придет, и сейчас есть, когда истинные. Сейчас подходящее слово. Сейчас вечно. Сейчас Давид. Сейчас требует времени. И делает время сосудом. И двигает верующего за пределы времени, пространства и перемещения. Даже квантовые физики больше не используют сейчас слово время. Когда квантовый физик начинает обсуждать время, то говорит, что время относительно. И поскольку оно относительно, следовательно, оно подчиняется другим законам. Само в себе оно не является абсолютным законом. Что ты имеешь в виду? Как это применить? Существует пространственно-временная связь, пространственно-временной континуум. Если ты отодвигаешься от Земли, время меняется. Мы находим, что раны заживают тем быстрее, чем дальше ты от силы притяжения Земли. Астронавты, которые ранены, если ты сможешь отодвинуть их достаточно далеко от Земли, тогда раны, исцеление которых потребует от 3 до 4 недель, у них это займет 3-4 дня. Потому что время это всего лишь плод воображения слова, которое является восприятием времени. Что ты хочешь сказать, епископ? Иисус использовал это слово, когда сказал «настанет время» и «настало уже». Как оно может быть сейчас, если оно настанет? Это все зависит от следующего утверждения. Когда истинные поклонники... Понимаете, для ложных поклонников настанет время, а истинные поклонники не подчинены времени. Они не подчинены перемещению. Когда ты истинный поклонник, твое тело может быть здесь, но ты можешь быть взят в духе. Когда ты истинный поклонник, ты можешь служить в один момент эфиопскому евнуху, быть перенесенным и быть в городе со 250 миль в следующий момент. Когда ты истинный поклонник, ты не подчинен законам, которым подчинены другие люди. Потому что ты соединяешься с Богом, который превосходит закон природы. Потому что Он создал закон природы. Сейчас! Вот приходит женщина и говорит, моя дочь нуждается в чуде. Он говорит, это не твое время, ты не еврейка, ты язычница. Я еврей, это не твое время. Она говорит, извини меня, Иисус. Я ценю теологическое толкование иудейской ревинистической школы, из которой ты выходец. Мы ценим назарейскую теологию, которая так пропитала иудейское общество здесь сегодня. Но у меня нет времени ждать. Пока Павел напишет Галатам. Галатам 4. У меня нет времени ждать, пока Петр взойдет на крышу дома Корнилия и увидит видение о том, что если Бог очистил. У меня нет времени ждать, пока Иаков соберет совет в Иерусалиме и скажет нам, ибо угодно Духу Святому. Итак, она заглядывает в будущее и берет Писание, которое еще не было цитировано. Взяла пророчество, которое еще не пришло в исполнение. Взяла откровение, которое еще не было открыто. Она принесла истину, что нет ни Елена, ни Иудея настоящие. И сказала, что даже собаки едят крохи со стола господ. Я знаю, кто начал это своеволие. Иисус сказал, нет, во всем Израиле не нашел я такой великой веры. Сейчас, Давид! Появление Давида в некотором смысле поразительно. Потому что, читая текст, Давид появляется в стихе 15, возвращающемся из дома Саула, чтобы пойти заботиться об овцах отца в Вифлеем. Легко оставить овец, чтобы пойти в царский дворец. Но человек должен быть уникальным, иметь уникальное качество, уникальную характеристику, чтобы оставить царский дворец и пойти заботиться об овцах твоего отца. Легко двигаться вверх, но только уникальные люди могут двигаться туда, и обратно. Только те люди, которые хвалят в тайне, могут чувствовать себя комфортно на публике. Люди, которые хвалят в тайне, могут сидеть с президентом за столом или купить хэппи-милл по дороге домой. Люди, которые хвалят, могут носить от Армани или от твоей мамы. Это не имеет никакого значения, потому что их не определяет то, что они носят, или какая у них машина, или где они живут. Их природа, их личность и достоинство их существаний характеризуются величиной их служебных расходов. Это характеризуется Богом, которому они служат. Некоторые из нас, будь у нас редкая возможность стать главным священнослужителем для Саула, автором церковно-житейских книг, лицом, представляющим канон, или музыкальным служителем, кем бы вы не хотели стать, будь у нас уникальная привилегия стать личным музыкальным служителем Саула, будь у нас такая привилегия, правда в том, что мы бы позволили этому настолько войти в нашу голову, что мы бы подумали, что у нас есть на это право, но Давид не чувствовал, что у него есть право, когда он играл для Саула, потому что Саул был только царем Израиля. А задолго до того, как Давид играл для царя Израиля, он играл для царя царей. Давид. Давид появляется и возвращается от Саула кормить овец своего отца. Он человек великого смирения, потому что люди, которые поклоняются... Ты не можешь хвалить Бога, и чтобы твоя жизнь была объективно оценена Богом. Смирение и кротость не должны рассматриваться как слабость. Люди, которые смиренны и кротки, это не те, кто имеет заниженную самооценку и кандидаты на антидепрессанты. Здесь есть разница. Смирение – это когда ты добровольно ступаешь в сторону от славы, которая не принадлежит тебе, и приписываешь ее Богу. Это внутренняя сила, которую ты не позволяешь людям видеть. Ты имеешь силу в местах, где обычный человек никогда не имеет ее. Итак, ты не можешь славить Бога и не почувствовать себя лучше. Ты не можешь молиться, не можешь говорить Богу, кто Он есть, и чтобы Бог не сказал бы тебе, кто есть ты. Ты не можешь уделить час, говоря Ему, что Он все сделает хорошо. Ты прокладываешь путь. Ты – освободитель. Ты не можешь сказать Ему, «О, дай мне всего один вздох, чтобы сказать спасибо тебе». Ты не можешь сказать Ему такого рода вещи, и чтобы Он, Бог, не проговорил тебе в ответ. Ты не можешь сказать Ему, «Ты – освободитель», и чтобы Он не сказал, «Ты – освобожден». Ты – всемогущий Бог, ты – великий народ, ты – побеждающий Бог, ты – больше, чем завоеватель, ты – отец всех духов, вы – сыны Бога. Ты не можешь сказать, «Ты – благословение», ты – благословен, ты – целитель, ты – исцелен, ты – освободитель, ты – освобожден». Ты не можешь сказать Ему, кто Он есть, и чтобы Бог не сказал тебе, кто ты. В следующий раз, когда твой врач скажет тебе, Мне нужно подвергнуть тебя кое-чему. Скажи, дай мне пять минут. Это все, что мне нужно. Прежде чем ты подпишешь этот рецепт, дай мне комнату со звукоизоляцией. И дай я еще разок попробую. Когда ты приходишь в его присутствие и начинаешь возносить его имя, и начинаешь говорить ему, кто он есть, я здесь, чтобы пророчествовать тебе. Ты не выйдешь из этой комнаты таким, как ты вошел. Ты мог войти подавленным, но ты выйдешь освобожденным. Послушайте. Послушайте меня. Давид вернулся от Саула кормить овец своего отца в Вифлееме. И у Давида было уникальное качество, одна из величайших вещей. Большинство из нас не замечали этого. Каждый раз, когда смотришь на Давида, Давид служит. Служит. Церковь уменьшила или унизила святость служения до того, что сейчас мы служим, чтобы получить. У нас есть скрытые мотивы. Мы не служим, потому что это правильно. Мы служим, потому что мы хотим позицию и известность. Мы служим, потому что мы живем опосредованно через успех других людей. Потому что мы не верим, что мы можем совершить это сами. Мы становимся подхалимами, а не сынами. Мы становимся оруженосцами, а не сынами. У некоторых были проблемы с понятием оруженосца в последнее время. Мы не очень часто используем его в наших церквях. Но есть что-то неправильное в том, чтобы называть человека оруженосцем. Понимаете, оруженосцы уходят в разгаре битвы. Сыновья остаются. Может быть, нам следует прекратить поднимать оруженосцев и начать поднимать сынов. Может быть, нам нужно меньше ребят, носящих наших портфелей, и больше тех, кто перенимает наш дух. Потому что я боюсь, что многие из тех, кто носят наши портфели, хотят то, что в портфеле, но не то, что в нашем сердце. Они хотят узнать, где нам делают наши костюмы, где мы покупаем туфли, но они не хотят узнать, как мы молимся или постимся, или как мы получаем послания, которые мы получаем. Они не задают нам правильных вопросов. Они хотят, чтобы их брали в магазины, где мы закупаемся, но они не хотят встретить нас в молитвенной комнате, где мы молимся. Они не против водить наше авто, чтобы их видели в наших хороших машинах, но они никогда не хотят встречать нас в офисе в 12.00, когда у нас нет других дел, как только открыть наши Библии, читать Слово и сказать, «Боже, если ты не проговоришь ко мне, мне нечего сказать». Они изучают видимый внешний вид, но никогда не получают проникновения в сущность жизни, которая создала успех, которого они не постигают. Давид был сыном, и он служил, потому что он любил служить. Вот Давид, он играет для Саула, он служит Саулу. Теперь он собирается пойти позаботиться об овцах его отца. Когда он приходит туда, чтобы позаботиться об овцах своего отца, его отец говорит, «Отнеси обед к своим братьям». Итак, каждый раз, когда вы видите Давида, он заботится о Сауле, он заботится о делах отца, и он заботится о делах братьев. Теперь вот проблема. Все это, все это было после, после того, как он был помазан. Где-то по ходу дела мы подумали, что когда ты получаешь помазание, тебе не нужно служить. Где-то мы почувствовали, что ты получил пророчество, и теперь ты пытаешься получить визитку и белый воротничок. Но чем больше помазание, тем больше цена, которую нужно заплатить у ног тех, кому ты служишь. Где-то по ходу дела от того, что мы сказали одно пророчество правильно, потому что ты поднял полного человека и сказал, что у него проблемы со спиной. И ты уже готов идти начинать церковь. Стать национальным евангелистом. Каждый раз этот текст позволяет нам углубиться в жизнь одного из величайших персонажей Библии. Давид. Давид служил и не боялся служить, и никогда не стремился ни к чему другому, как только к служению. Он не использовал помазание в качестве извинения для своих собственных неправильных действий. Он не использовал утверждение пророка и подтверждение неба, чтобы найти извинение. Он продолжал делать то, что он всегда делал. Он никогда не переставал делать то, что он делал. Потому что где помазание находит тебя? Понимаете, если вы меняете место, где помазание нашло тебя, понимаете, помазание стратегически находит человека, который находит свое место. Если ты меняешь свое место То переданное помазание не имеет никакой ответственности вне этого места Библия говорит в Псалме 132 Что есть заповеданное благословение, которое сходит на горе Ермон Благословение находится на горе Ермон Если ты сойдешь с горы, помазание не идет с тобой Потому что помазание присоединено к предназначению А предназначение это твое местоназначение Давайте, говорите сейчас на языках Давид возвратился Из дома Саула Пасти овец Отца Своего Библия говорит в стихе 16, что филистимляне выставляли рыцаря каждое утро и каждый вечер Каждый вечер и каждое утро Каждое утро и каждый вечер Утром он появлялся и говорил что-то, вечером он появлялся и говорил что-то Потому что психологи говорят, что то, что ты слышишь утром, ты будешь помнить весь день В твоем дне беспорядок из-за того, как ты начал свой день Если ты начинаешь свой день правильно, то твой день проходит хорошо Если ты начинаешь свой день поздно, ты выбегаешь из дома, схватил пирожное Набрасываешь одежду, пытаешься завязать галстук, пытаешься сделать хорошее лицо Вроде как побрился, пытаешься надеть носки Пока едешь на работу, весь твой день будет Но если ты встаешь рано Включаешь что-то божье, чтобы создать себе атмосферу служения, поклонения в доме Принял витамины, посмотрел мультики Что там для тебя работает Подготовил вещи, съел свой прекрасный завтрак Весь твой день проходит гладко Смотрите, враг знал Позвольте мне сказать вам проблему большинства из нас Врагу даже не нужно сражаться с нами 24 на 7 Ему нужно только появиться Он уже возвращается в постель, а мы такие Что это? Что это она имела в виду, когда сказала? То, что она сказала Как? Как это он? Почему они не признали меня? Где? Я служу этой церкви 30 лет, и никто не написал мое имя в программе Никто даже не думает о вас А ваш день уже в полном раздрае А потом вечером Прежде чем им идти спать, он появлялся Потому что психологи говорят, что мысль, которая проникла в вас перед тем, как вы заснете Появится в ваших снах То, что многие из вас называют пророчествами Это просто беспокойство Некоторые из вас основывали всю вашу жизнь на сновидении, которое у вас было А дело было в шаурме, которую вы съели Получается, что теперь приходится иметь дело не только с гигантами днем Но и с гигантами, которые появляются в их снах Потому что враг придет, чтобы украсть твою мечту Он придет, чтобы в конечном итоге атаковать то, о чем Бог сказал, что Он хочет, чтобы ты совершил Он приходит, чтобы с страхом оказать влияние на твой мыслительный процесс Так что ты будешь слишком бояться совершить то, о чем Бог пообещал Библия говорит Дайте мне пару секунд, я почти закончил свой второй пункт Библия говорит, что филистимлянин выступал каждое утро и каждый вечер И выставлял себя 40 дней В процессе того, как филистимлянин делал это, это не разовая атака Он продолжает утомлять нас, это процесс И многое из того, что происходит в вашей жизни, это процесс И получается, что многие из нас игнорируют этот вопрос, пока он не станет монстром Мы слишком святы, мы ведем себя так, будто мы двоюродные братья Богу Как будто мы супермены в святом духе и духовные чудо-женщины Ведем себя так, будто все под контролем Мы так привыкли играть роль И церковь создала нездоровую среду, потому что они не позволяют нам быть с человеческими недостатками И, по крайней мере, говорить с людьми о наших трудностях, прежде чем это станет проблемой И нам неловко, потому что все в церкви хотят, чтобы мы переступали через себя Так что ты чувствуешь себя незащищенно, потому что ты всегда должен вести себя так, будто у тебя все в порядке Даже если это не так Ты должен войти и вести себя так, будто ты великое чудо на Сионе Так, будто молитвенные колеса всегда вращаются и огонь всегда горит Вести себя так, будто ты всегда молишься и постишься Будто Бог говорил с тобой всего 30 секунд назад И ты скорее будешь говорить на языках и даже уже не можешь говорить на русском Ты идешь в ресторан и такой О, слава Богу, слава Господу Насколько сильно этот гамбургер славит Бога Аллилуйя Не бывает настолько глубоких Итак, мы ведем себя так, будто у нас все под контролем Так что, когда враг нас атакует, и это приходит как мысль Это просто мысль Как будто это просто мысль И мне не нужно волноваться об этом, потому что я просто могу заглушить ее Но иногда тебе нужен кто-то, с кем можно поговорить как с врачом У меня была странная мысль Понимаешь, если тебе некому это сказать, эта мысль будет продолжать приходить и донимать тебя И ты думаешь, что у тебя все в порядке Потом однажды ты просыпаешься и обнаруживаешь, что у тебя неприятности Потому что ты игнорировал процесс врага по изнурению твоего духовного оружия До того, что ты стал открытой мишенью для огненных стрел врага Итак, мы утомляемся и многие, кто впали в великий грех или огромные ошибки говорили, что это не случилось в один момент А это был процесс Это было нечто маленькое, что поджидало Но они игнорировали его, потому что они окружили себя поддакивающими людьми Они окружили себя людьми, перед которыми они должны были вести себя так, будто у них все в порядке и всегда все хорошо Они не окружили себя духовными гигантами и такими людьми, которые могли бы говорить в их жизнь и сказать им правду Ты высоко взлетел уже, тормози Ты горд Ты высокомерен, никто не любит тебя Каждому нужен кто-то, кто может говорить в их жизнь и сказать им что бы то ни было Мы недавно потеряли великого гиганта В Царстве Божьем Матерь Эстеллу Бойт Уникальное качество жизни этой матери было не столько в помазании, сколько в нестандартности Она не боялась сказать кому бы то ни было, независимо от их статуса, что Бог сказал Никто не впечатлял ее, кроме Бога Нам нужно больше таких людей Нам нужно поколение людей, которые придут и скажут нам истину, чего бы это ни стоило Скажут нам, что говорит Бог, даже если мы не хотим этого слышать Будут проповедовать нам, пока мы не получим освобождение Проповедовать нам, пока мы не будем спасены Проповедовать нам, потому что наша душа в опасности Ад все еще реален И все же мы игнорируем серьезность нашего собственного спасения Библия говорит, что Давид появляется Сейчас он приносит обед своим братьям И Библия говорит, что когда он несет обед своим братьям, Давид встает рано утром, оставляет овец и идет искать своих братьев И когда он находит братьев, он видит выстроенных филистимлян Армия напротив армии Давид оставляет повозку И стих 23 говорит, когда он начинает разговаривать с людьми, которые собраны вместе Вышел Голиаф из армии филистимлян И Давид услышал слова, которые говорил Голиаф Давид услышал то же самое, что и армии Библия говорит, что армии слышали его и убегали Давид не боялся, потому что то, что ты делаешь втайне, определяет то, как ты поступаешь на людях Давид не боялся И не потерял веру И не был обескуражен атакой врага Потому что Давид был в присутствии Божьем, когда никто другой не был И знаете, то, как вы проводите ваше время наедине, будет определять то, как Бог двигается публично И Бог не почитает людей публично, если они не были верны втайне Давид реагирует по-другому Из-за того, где он проводил свое время Понимаете, Давид был другим Он отличался от всех своих братьев Никто не любит своих братьев Когда Самуил вышел найти царя в доме Исея Библия говорит, что когда он пришел туда Исея и привел старшего сына Елиава Привел Елиава, потому что Елиав выглядел как царь И ходил как царь, и говорил как царь, и имел стан, как у царя А Бог сказал, я не сужу о человеке по его внешнему виду Я сужу сердце человека Я не призываю людей, которые выглядят так, будто они достигли гармонии духа Я призываю тех, кто достигли гармонии Я говорю к сердцу Они приводят семерых сыновей По очереди все сыновья испытаны в глазах Исея Исей почти забывает, что есть еще один сын И пророк вынужден спросить его Есть ли у тебя еще сыновья? Бог сказал мне, что есть царь в твоем доме, а эти не цари И Исея и должен был подумать Есть Но это не может быть он Знаете, Давид Ездит на маленьком желтом автобусе Он приезжает немного позже, чем все остальные Давид, то, что мы так любим называть здесь особенный Почему ты говоришь так? Ну, когда мои остальные сыновья играют в филистимлян и израильтян Давид В углу играет песни Поет Разговаривает сам с собой Когда Елиаф Учится, как правильно маршировать Давид Пишет стихи Стихи? Какого рода стихи? И он принес это Есть немного, что он написал в детском саду Вот он принес это домой на день Отца Это его первый Это его номер один В сборнике песни Возрождения Благословен человек Который не ходит на совет нечестивых И не стоит на пути грешников И не сидит в собрании развратителей Но в законе Господа Отрада его И о законе его размышляет он день и ночь Он будет как дерево посаженное у потока в вод Которое приносит плод во время свое И лист его Так же не увянет И во всем, что не делает, будет успешен Иисей говорит Это его первая Это первая песня Идите, приведите этого мальчика Любой мальчик Любой ребенок, который может так славить Ясное дело, Бог присутствует в его жизни Видите, Давид был другим То, как ты проводишь свое время в тайне Легко приносить хвалу, когда корк И аранжировка, и классные ударные И хор стройно поет Легко, когда собралось 10 тысяч человек Восторг и энергия наполняет помещение Легко приносить хвалу здесь Но эта хвала в действительности не восхищает Бога А когда ты сам по себе в твоем доме Ты просыпаешься утром И ты знаешь, что ты не успеваешь оплатить свои счета И ты пытаешься поднять троих детей в одиночку И есть проблемы и вещи, с которыми ты разбираешься И все же ты поднимаешь свои руки и говоришь У меня все в порядке Ты мое все Ты царь царей Ты великий Бог Давид приходит туда И когда он приходит туда Библия говорит, ему начинают говорить об этом филистимлянине И Давид задает вопрос Что будет сделано человеку Который убьет этого филистимлянина Это очень важно, потому что Давид понимал Что битвы не стоят того, чтобы сражаться Если воздаяние никуда не годится Вопрос в том, что я получу Потому что некоторые из нас сражались в битвах и ушли ни с чем Мы вложили свою жизнь И не получили ничего взамен И большинство из нас проводят жизнь, сражаясь Не имеющих ценностей и воздаяния битвах Которые ничего не дают нам И Давид говорит Вопрос не в том, будет ли у меня победа или нет Вопрос в том, стоит ли оно того, чтобы я сражался В некоторых битвах не следует сражаться Только если будет хорошее воздаяние Вопрос Давида Что я получу? И ему показывают на Милхолу Дочь Саула И Давид Смотрит на Милхолу Говорит Да будет благословенно имя Господа Где этот филистимлянин? Потому что Давид любил красивых женщин Когда Давид увидел эту девушку, он знал Бог был в этом Не ведите себя так, будто Версавия была проблемой Давида У Давида была проблема задолго до Версавии Когда Давид умирал, сказали Приведите двух девиц и положите рядом с ним Если это не воскресит его Готовьте гробницу Давид увидел Милхолу Но более важно насчет Милхолы было не то, что она была красивая Самая красивая и самая прекрасная из всех в Израиле Но более важным было то, что она была дочерью Саула И Давид понимал, глядя на Милхолу, что она была принцессой Понимаете, у Давида была информация, которой не имел никто вокруг Он знал, что он тайно был помазан быть царем И царю подходит жениться только на принцессе Понимаете, вопрос насчет твоей битвы следующий Соответствует ли воздаяние достоинству твоего призвания? Знаете, некоторые из вас пролежали по некоторым улицам и думали Я никогда не буду жить на этой улице Потому что ты смотришь на цену Но ты задаешь неправильный вопрос Тебе нужно спрашивать Хорошо бы я смотрелся в этом доме Жил бы так ребенок царя Ты не должен смотреть на твой банковский счет Ты должен понять, соответствует ли воздаяние достоинству того, кто ты есть Некоторые из вас, молодые пастора, которые начинают в церкви И вы сейчас в борьбе на первом этаже И иногда проезжаете мимо других зданий И вы поражаетесь и говорите Буду ли я когда-то таким? До тех пор, пока ты спрашиваешь, буду ли я когда-то таким? Ты никогда не станешь таким, пока ты не поймешь, что это соответствует Достоинству царского ребенка Иметь лучшее Это соединено с твоей судьбой Посмотри на своего соседа и скажи Это соответствует моему достоинству Некоторым из вас завтра следует запарковать вашу развалюху вниз по улице И пойти на тест-драйв чего-то, что вы никогда раньше не тестировали Просто потому, что это соответствует достоинству того, кто вы есть Просто чтобы вы смогли привыкнуть и научиться, как переключать передачи, как сидеть в ней И не паркуйте свою развалюху рядом, припаркуйте подальше, чтобы они не знали Когда вы выйдете и вас спросят Ну что, вы хотите купить? Скажите, я не знаю Действительно ли это то, что мне нужно сейчас? Ты понимаешь, кто ты Видите ли, часть проблемы не в том, что Бог будет Позвольте мне сказать это Позвольте мне сделать маленькое, короткое утверждение Дайте мне высказать мою больную тему У каждого проповедника есть больная тема Я действительно верю, что каждое обетование, которое Бог имеет для нас Мы должны принять это Вопрос не в принятии обетования, а в том, готовы ли мы к этому или нет Есть великое движение для тела Христова Начать верить в то, что по праву их Но вопрос не в том, наш или это Но в том, достаточно ли мы зрелы, чтобы справиться с тем, что Бог имеет для нас Знаете, я не верю, что просто называть и провозглашать, болтать, хватать это, отступать, учиться вперед Или что вы там используете, чтобы взять это Это то, что нам нужно Я верю, что человек должен быть достаточно зрелым, чтобы понести это Да, он хочет, чтобы ты имел это, но ты не готов получить это, пока не зазреешь Достаточно, чтобы получить это и не потерять твою веру в Бога Бог никогда не дает тебе ничего, что заберет твое сердце от Него Он не даст тебе что-то такое, для чего тебе придется работать на трех работах, чтобы оплатить это И ты не сможешь приходить на изучение Библии Он не даст тебе что-то, что заберет тебя из жизни церкви, которая принесла тебе жизнь изначально Как же узнать, что это Бог? Если это Бог, то это не уведет тебя от Бога Итак, вам нужно понимать, что пока ты ребенок, это не будет приносить тебе пользу Писание говорит И сейчас я говорю Наследник, доколе в детстве ничем не отличается от слуги Хотя и господин всего То есть это означает Не то, что Бог не хочет, чтобы ты это имел Пока ты не зрелый, ты не можешь этого понести Бог не говорит нет Бог говорит не сейчас Ты ничем не отличаешься от слуги Я никогда не забуду Я был маленьким ребенком и воспитывался в Майами У нас была западноиндийская служанка, которая работала в нашем доме И вот как я был исполнен Святым Духом и был приведен в Храм Вифиль Я был наполнен Святым Духом Но когда я был там, эта женщина, которая заботилась о нашем доме Это было около часа ночи Я залез на стулья и беру печеньки Ем Потому что это мой дом И тут она входит на кухню И говорит Она была из Очирьос Ямайка Она была из небольшого города и говорила с присущим акцентом И вот я там ем свои печеньки Ну знаете И она заявляется ко мне и спрашивает Что ты делаешь? А я говорю Слушай, я ем мои печеньки Из моей тарелки На моей кухне В моем доме Моя бабушка оплачивает твои счета Пять минут спустя, когда я пришел в сознание Здесь мне в самом деле нужно сделать утверждение Черные бьют своих детей не так, как белые Есть вещи, которые я изучил в семинарии А есть вещи Знаете, белые наказывают, основываясь на серьезности преступления Если я ругнусь, я получаю один раз Если украду, три раза Если пререкаюсь, получаю пять Черные бьют на каждый слог, пока не устанут Да, зверь, я не говорил о тебе Пока зеленые яблоки растут на зеленых деревьях Твоя бабушка может уволить меня хоть сегодня, но Я думаю, что это и был тот момент, когда я получил Духа Святого Я такой Крепечущими устами Господь будет говорить Пророк Исаия Все это я рассказал, чтобы сказать следующее Пока я был ребенком Каждое мое утверждение было правдой Но оно должно было быть истолковано в контексте моей зрелости Да, Бог хочет, чтобы ты был успешен Да, Бог хочет, чтобы ты имел все, что Он намеревается тебе дать Только когда ты будешь готов для этого Когда ты готов для этого, тебе не нужно умолять об этом Он легко высвобождает это в жизни с тех, кто готовы к этому Давид, очевидно, был достаточно зрелым, чтобы иметь дело с ответственностью, которая появлялась для него Что будет сделано тому человеку, кто убьет этого филистимлянина? Что я получу? Кто этот необрезанный филистимлянин? Теперь вопрос Завета идет в ход, потому что вопрос здесь, имеет ли он обетование У него нет обетования, у меня есть Обрезание – это символ Завета Нет Завета – Завет Мы побеждаем Так просто У него нет обетования, у меня есть обетование Знаете, многие из нас становятся подавленными Просто потому, что мы забываем обетование, которое Бог дал нам И мы забываем, что мы живем Саул пытается убить Давида несколько раз Саул был виниамитянином Он был не левитом, он был виниамитянином В суде говорится, что виниамитянин мог бросить камень из пращи в волос и не промахивался Они идеально целились Виниамитянин на генетическом уровне имели умение быть лучшими воинами в Израиле Однажды они были так сильны, что почти истребили целое колено Они были воспитаны быть хищными зверями И однажды в их глазах появилась ненависть и злость Они были неудержимой силой Саул так разозлился и разгневался на Давида Что бросил свое копье, чтобы убить Давида Это копье Никогда бы не промахнулось Саул не может промахнуться Проблема была И прицел Саула не сбился Проблема в том, что стояло перед Давидом Это было обетование И когда копье прилетело, чтобы убить Давида Пророчество сказало Не сейчас Могу я пророчествовать? У некоторых из вас по дороге в церковь сегодня была машина Которая направлялась к вашей машине И вы прямо проехали и даже не увидели ее Но пророчество проскочило, отшвырнуло эту машину и сказало Не сейчас У некоторых должен был появиться рак И в твоем теле прямо сейчас есть клетка, пытающаяся мутировать Но пророчество говорит не сейчас Когда у тебя есть обетование от Бога Ничего, что делает враг, не может остановить Бога В следующий раз, когда дьявол скажет Твое служение окончено У меня есть обетование Твоему браку конец У меня есть обетование Твоя жизнь окончена У меня есть обетование И ты не можешь сделать ничего, пока у меня есть обетование Мое обетование Мой завет будет поддерживать меня С обетованием ты можешь совершить больше, чем с хорошим влиянием С обетованием ты можешь совершить то, что не могут люди с образованием С властью С оружием И с деньгами Все, что тебе нужно, это обетование Люди, имеющие обетование Люди, имеющие завет Давид сказал У этого человека нет завета Почему вы боитесь? Вы люди завета Он не человек завета Я рассказывал вам год назад и снова расскажу Я летел из Билакси в Миссисипи В Джексонвиль Во Флориде На маленьком самолете с пропеллерами Самолет попал в шквал Тропический шторм И начал падать Маленькая пожилая женщина сидит рядом со мной Самолет падает Нас трясет Хлопают маленькие пропеллеры Женщина хватает меня Впивается своими маленькими ногтями мне в руку И говорит Мы умрем Я говорю Замолчите Этот самолет не может разбиться Потому что я на нем И у меня есть некоторые пророчества Которые еще не сбылись У меня есть обетование Которые сказал мне Бог Которые еще не исполнены Бог делает мне которую работу Сказал кое-что Что еще не исполнилось И если этот самолет и упадет Вам лучше бы держаться поближе ко мне Потому что я единственный Кто из этого выберется Когда у вас есть обетование от Бога Вам не нужно бояться ничего Божье слово Все что вам нужно Мне нужно убить Голиафа Библия говорит В то время как все это происходило Приходит Елиаф И когда он приходит Он начинает разбираться с некоторыми аспектами Елиаф говорит Что ты пришел посмотреть сюда Давид Зачем ты здесь Я знаю что ты гордый и высокомерный Знаете большинство людей Первая атака людей Не уверенных в себе Это обвинение в гордости Люди не способны Отличить гордость от знания вами того Кто вы в Боге Люди всегда будут говорить Ты думаешь что ты кто-то Нет Ты думаешь что я думаю что я кто-то У людей всегда будет проблема с тобой Когда они будут приходить к осознанию Что ты отказываешься оставаться соединенными С неправильно функционирующими людьми И людьми тянущими вниз Елиаф Причина по которой Елиаф ненавидел Давида Была в том что Елиаф был трусом Хотя он выглядел как царь Хотя и наружность у него была в порядке У него не было внутренней дисциплины Так что когда появляется Давид Вот Елиаф Который выглядит как воин Прячется И вот идет пехотинец Эй Елиаф Эй Елиаф Что? Разве у тебя нет младшего брата? Давида Ага Ага Ну он собирается пойти убить Голиафа Не-не-не Не Давид Давид пишет музыку Разговаривает сам с собой Сам себе танцует в углу Каждый раз как посмотришь на Давида Он такой Он возлагает руки на коз Он собирает овец вокруг Сюда, сюда В Левит говорится Что если будет пятно или порог на вас То вы не достойны для пасхальной жертвы Овцы начали рисовать друг на друге пятна Не-не Меня в этом году не убьют Он заботится об овцах А сейчас он здесь Собирается сразиться с Голиафом И причина почему Елиаф презирает Давида в следующем Потому что Елиаф был трусом Но его трусость была спрятана Потому что он окружил себя трусами Бездействие Незаметно до тех пор Пока оно окружено Другими бездействующими людьми Тебя не будут ненавидеть до тех пор Пока у тебя есть проблема И у него есть проблема И у вас всех есть проблема Но в тот момент, как кто-то из вас скажет Мне надоело тусоваться с кучкой Ребят, которые ничего не имеют И никуда не стремятся Ты шагнешь из круга И попытаешься сделать что-то получше Они начинают завидовать тебе Начинают презирать тебя Потому что ты принял решение Начать двигаться в следующее измерение Но у некоторых ребят есть корыстный интерес В твоем падении Некоторые люди, которыми ты окружил себя Хотят, чтобы ты упал Потому что в тот момент, когда ты успешен Их провал, их бездействие Их вялая посредственная сущность Станет очевидно И они не могут спрятаться, когда ты рядом Но в тот момент, когда ты отделяешься Они становятся ответственными за свой успех Элиаб мог прятать свой страх до тех пор Пока не появился Давид И тогда каждый стал говорить Твой брат Собирается пойти сразиться О, Элиаб, старший сын Иесея Давид собирается пойти сразиться А ты прячешься за скалой Неужели вы не понимаете, что некоторые из вас Вы окружили себя людьми Которые до тех пор, пока у вас ничего нет У тебя все в порядке До тех пор, пока вы никуда не идете У тебя все в порядке До тех пор, пока вы одинок и несчастны, как они У тебя все в порядке Но в тот момент, когда кто-то нашел себе парня Или кто-то нашел девушку У кого-то наконец-то помолвка Все, вдруг О, она думает, что она кто-то О, ты нашла мужчину О, теперь он нашел работу Теперь ты получил твой диплом О, у тебя диплом магистра О, теперь ты думаешь, ты стал кем-то И они ненавидят это Потому что истина в том, что в то время, когда ты работал Они просто сидели и ленились, ничего не делая А теперь, когда ты вышел вперед Теперь, когда ты начал преуспевать Даже твоя собственная семья будет удивлена Даже семья будет ненавидеть твой успех И они начнут разговаривать Это тяжело, когда близкие тебе Знаете, я готов Я готов иметь дело с теми, кого я не знаю Я готов иметь дело с теми, кто далеко Я могу разбираться с обвинениями тех, кого я не знаю Но это тяжело, когда люди, которые должны бы хвалить тебя Люди, которые должны бы поздравлять тебя Люди, которые должны бы хлопать тебя по плечу И говорить, как здорово Мы молились за тебя Мы верили с тобой Мы благодарили Богу за тебя Но теперь это они, это они, те, кто разрушают и пытаются ломать из-за их собственного бездействия и зависти. Иногда, иногда вам нужно любить семью, но оставить их. Иногда, поскольку вы не можете выбирать свою семью, вы обязаны любить их. Но вы должны стратегически избирать своих друзей и удостоверяться, что они направляются туда же, куда и вы. Вы не можете быть в завете со всеми, потому что не все стараются жить свято. Выяснил это, когда путешествовал, заводил знакомства и служил им. Некоторые люди имеют деньги и успех в великую миру славы, но они совсем не те люди, с которыми хочется проводить время, с ними не хочется поехать в отпуск. Я не хочу проводить с ними время, потому что я не люблю их речь за закрытыми дверями, я не люблю все время разговаривать о деньгах, одежде и так далее. Иногда я хочу, чтобы проповедник попросил меня помолиться. Иногда кажется, что я хочу, чтобы у кого-то была личная заинтересованность в служении и говорить о вещах Божьих, а не постоянно о плотских. Я не для того тренировался всю свою жизнь и жил свято и старался сдерживаться и хранить разум чистым. Стремился быть человеком, которым Бог призвал меня быть, чтобы потерять это из-за никчемного проповедника, который имеет успех, но не имеет святости. И без нее ты не увидишь Господа. И некоторые люди будут допытываться про тебя, чтобы найти на тебя грязь, чтобы сделать тебя равными с ними. Они будут из кожи вон лезть. Да ладно, док, мне о том можешь сказать, ты знаешь. Они будут делать так, потому что они не хотят взять на себя ответственность и идти выше. Будьте осторожны с людьми, которые всегда окружают себя духовными слабаками, чтобы самим постоянно становиться центром внимания. Я называю это синдромом красивой и некрасивой девушки. Ты берешь посредственную девушку и ставишь ее рядом с некрасивыми женщинами. И она уже выглядит не так уж плохо. Поставь ее отдельно. О, благословен Господь. Елиав пришел и сказал, что ты делаешь? Ты горд. А Давид сказал, не слова ли это? Теперь основательность этого стиха в следующем. Это так просто. До тех пор, пока ты сражаешься со мной, а я сражаюсь с тобой, мы не сражаемся с ним. Знаете, если враг знает, что он может направить нас друг против друга, он перестает быть объектом нашего сражения. Итак, я пререкаюсь с тобой, моим братом. Я ставлю под ножку тебе, моя сестра. А дьявол танцует в сторонке. Они забыли обо мне. Итак, Давид говорит, не слова ли это? Давайте сосредоточим наше внимание и прекратим смотреть на других и обвинять друг друга и осознаем, что настоящий враг это не ты, Илиав. Я не пришел сюда разбираться с тобой. Тебе не нужно сражаться со мной. Мы здесь, чтобы сражаться с ним. Давайте вернем наше мышление в то, каким оно должно быть. В то время, как все это происходит, Саул посылает слугу и говорит, пойди найди Давида и приведи его ко мне. Саул говорит Давиду, ты не можешь идти против филистимлянина, потому что ты молод. Ты молод. Саул не верит, что Давид может сразиться с Голиафом. И Давид должен напомнить Саулу. Извини, Саул. Знаешь, Голиаф не сказал тебе, потому что он ушел тренироваться, чтобы стать солдатом. Когда лев пришел и забрал одну из овец моего отца, забрал одну овечку. Я набросил на него удавку, выпрыгнул, затянул веревку, завалил его. На счет три сломал ему шею. И сразу после того, как я убил его, вышел медведь. И я убил медведя. Понимаешь, Саул? Я не вчера начал сражаться. Понимаете? Личная подготовка всегда предшествует национальному вниманию. Прежде чем Бог сможет привести тебя к национальной известности, Он должен знать, что ты инвестировал в личную подготовку. Бог не доверяет славу людям, которые не поклонялись в тайне. Давид говорил, послушай, я сражался с медведями, когда инвиктори не могли написать статью, и камеры ТБН не могли прибыть туда вовремя. Я сражался с медведями и не писал книгу об этом. У меня нет серии кассет «Три шага, чтобы убить медведя» и «Пять шагов, чтобы убить льва». Я делал это, потому что это было правильно. Я делал это, потому что я честный человек, и я заботюсь о том, что принадлежит кому-то другому. Поэтому не думай, что я здесь, потому что я хочу национального внимания из-за Голиафа. У меня нет никакого интереса в Голиафе. Господь привел меня сюда в это время, когда это вы прячетесь, не я. Смотрите. Он говорит им, «Я делал это». Дайте скажу вам кое-что. Бог будет использовать обычные земные вещи, чтобы подготовить вас для пророческих вещей. Бог не может доверять вам ваше пророческое предназначение до тех пор, пока вы не будете верными в вашем земном предназначении. Если вы не были верны в вашем земном предназначении, Он не может доверять вам ваше пророческое предназначение. Большинство из нас хотят исполнить пророчества в нашей жизни, но мы не верны в земных вещах, принципиальных вещах. Кстати, я сделаю это настолько понятным, что вам нужен будет кто-то, чтобы понять это неправильно Подойдите ближе Поближе Теперь смотрите, это так просто, что вам нужна чья-нибудь помощь, чтобы понять неправильно Смотрите Круг правой Круг левой Мальчик-каратист думал, что наносит воск на машину И хотя некоторые из вас скажут, я не смотрю фильмы Ничего страшного Он наносит воск на машину И он думал, что все, что он делает, это наносит воск на машину Пока враг не подошел к нему И помазание бойца сошло на него Он поднимается Он был как летающий таракан, как бродячий кот Он был готов показать кое-что Потому что он понимал, что делая земные вещи Вы не понимаете, что то, что ты делаешь сегодня Подготавливает тебя к завтрашнему дню Вы не понимаете, что если вы пренебрегаете земное призвание И земную ответственность Бог никогда не доверит тебе твое пророческое предназначение То, что у тебя есть пророчество Это еще не означает, что Бог обязан исполнить его Библия говорит, что если Бог говорит благословение на кого-то И они впадут в грех То Бог не обязан исполнять это Многие из ваших пророчеств удержаны Потому что вы не были верны в земных вещах Некоторые из вас не были верны в том, что вы делали И что призваны делать И вы не можете служить Не можете делать то, что требуется И теперь вы хотите что-то Но вы не были верны О, я знал, что на этом станет тихо Библия говорит, что Давид Я заканчиваю Давид начинает разбираться с Саулом И говорит Саулу Это не в первый раз, когда я делаю это Итак, Саул берет свои доспехи и одевает их на Давида Давид снимает доспехи Саула и говорит Мне не нужны твои доспехи Говорит, я не привык Понимаете, Давид понимал кое-что Бог не может использовать людей, которым некомфортно быть самими собой До тех пор, пока ты пытаешься быть следующей Хуанитой и следующим Джейксом И следующей Джойс И кем бы то ни было еще, но не тобой самим Бог не будет тебя использовать Так что тебе должно быть комфортно быть собой Ты должен знать твой дар и твою силу и твой талант И прекратить носить доспехи кого-то другого и сказать Бог дал мне особенное помазание Мне должно быть комфортно быть собой И большинство из нас терпят крах, потому что мы пытаемся подражать другим людям Мы пытаемся изучить их стиль, а не их содержание Мы пытаемся в совершенстве воспроизвести их внешность, а не их молитвенную жизнь Давид понимал, что я не могу сражаться с Голиафом, пытаясь быть солдатом Я не солдат, я пастух Так что если мне предстоит сражаться с Голиафом Я буду сражаться с ним так же, как я боролся с медведем и львом Палкой и камнем Библия говорит, что он берет палку в руку, идет туда, снимает доспехи И когда он идет, стих 40 говорит, что он идет мимо ручья И когда он проходит мимо ручья, он находит пять гладких камней Кто-нибудь скажите, гладких камней? Камень гладкий, потому что он лежал в ручье И постоянное течение воды по камню сделало камень гладким И так только руки того, кто поднимает камень, могут определить его гладкость Другими словами, вы, пять, пять камней Привет, апостолы, пророки, евангелисты, пасторы, учителя Есть пятигранное служение В ручье это под водой Божьего Слова И оно будет оставаться в ручье, пока не станет гладким Проблема в том, что некоторые камни выпрыгнули из ручья до того, как они стали гладкими И дело не в том, что они не были помазаны У них было призвание, но они не полетели правильно, когда они были выпущены Потому что они не были достаточно гладкими, чтобы лететь прямо Вот почему у нас есть некоторые непорядочные проповедники, которые помазаны Они одаренные и помазанные, но они непорядочные, потому что они недостаточно находились в ручье Проблема камня в том, что камень некомпетентен Камень не может определять, когда он достаточно гладкий, чтобы выйти из ручья Только рука, которая умеет обращаться с камнем, может определять, когда камень достаточно гладкий. Ты должен найти лидера, которому ты сможешь подчиниться и сказать, «Только ты знаешь, когда я готов к служению, я не знаю. Ты знаешь, ты решишь, когда я достаточно гладкий, чтобы быть выпущенным, исполнить Божье предназначение». Вы слушаете меня здесь? Пять гладких камней из ручья и положил их в пастушью сумку. И Библия говорит, что Давид поравнялся с филистимлянином, и когда филистимлянин увидел Давида, Библия говорит, что он говорит, «Разве я собака, что ты идешь на меня с камнем и палкой?» И филистимлянин проклял Давида своими богами. Теперь Давид, поскольку он уже исполнил свою митцва, он был мужчиной, он изучал текст и ознакомился с историей Израиля. Он знал, что у него было преимущество, потому что, как еврейский мужчина, он не считался мужчиной из-за того, что у него росли волосы на груди, и он мог рождать детей. Он считался взрослым, когда мог стоять перед обществом мужчин и говорить, «Слушай, Израиль, Господь, Бог наш, единый Бог». Итак, Давид помнит, что на уроках, которые он посещал в катехистической школе, которые были необходимы и требовались, чтобы ему стать мужчиной, что там была история о ковчеге Завета, который был взят из-за грехов Израиля. И филистимляне, захватив ковчег, думая, что раз они захватили его, то Бог Израиля потерял свою силу и эффективность, взяли сам символ Завета Израиля. И у них была явная цель поместить его внутри храма, который был посвящен Богу Дагону. Утром, когда священники вышли, чтобы вознести курение и детей, и кровавые жертвы, статуя Дагона, которая стояла прямо 250 лет, лежала на своем лице с отломанными руками и головой закатившейся в угол. А ковчег Завета просто стоял там и был прекрасен. Так что Давид знал, когда Голиаф проклинал его своими богами, Давид сказал, «Ты из города Гефа, а Геф – это город, посвященный Дагону». Давид сказал, «Постарайся, как можешь. Давай, проклинай меня своими богами. У меня есть кое-какая история о твоих богах». И когда он перестал проклинать его, Давид взял камень и сказал, «А я иду на тебя во имя Господа Саваофа». И развернул проклятие. И все, что Голиаф сказал Давиду, Давид развернул это обратно и сказал, «Ты говорил, что возьмешь мою голову, я возьму твою прежде, чем день закончится. Ты сказал, что скормишь меня птицам, я скормлю тебя птицам. Ты сказал, что победишь до того, как все закончится, победа будет за мной». И Давид теперь ставит цель. Давид говорит, «Вот в чем дело». А дело в следующем, чтобы все это собрание узнало, что Господь спасает не мечом, копьем и щитом, но это битва Господня. Смотрите, вот в чем проблема. Некоторые из вас думали, что вы должны сражаться. Бог никогда не просил тебя сражаться. Бог просто просил тебя прийти. И когда ты приходишь, Бог встречает тебя там, чтобы тебе быть свидетелем, чтобы ты мог пойти дальше и начать говорить другим людям, что это Господь сделал это. Ты не нужен ему там, чтобы сражаться. Ты нужен ему там, чтобы написать песню об этом, когда он разберется с дьяволом. Ему нужно, чтобы ты сказал, «Кто есть царь славы?» Господь сильный и могущественный. Господь могущественный в брани. Так что, когда ты придешь, Господь сам вмешается за тебя. Так что Библия говорит, что когда Давид начинает понимать, что Галяв ведет духовную борьбу словами, Давид говорит, «Не думай, что можешь поразить меня, потому что ты прорицатель». Вот в чем вопрос. Бог будет сражаться на моей стороне. Не потому, что дело в тебе, но чтобы все вокруг узнали, что слава принадлежит Богу. Смотришь вокруг, и все прошли, кроме тебя. И все процветают, кроме тебя. Но я здесь, чтобы сказать тебе, «Встаньте все, где вы есть». Дух Святой только что проговорил ко мне. Мне нужно, чтобы вы подумали о чем-то прямо сейчас, о том, что он обещал, но что было упущено. Обещал, но каждый раз, когда вы смотрели на это, оно казалось невозможным. Мне нужно, чтобы вы думали об этом сейчас. Что-то, что вы не можете иметь. Дом, бизнес, который вы должны были бы начать. Подумайте о чем-то, что вы должны были иметь, но вы избегали этого, потому что это было слишком велико для вас. И когда я сосчитаю, «Мы делали это раньше, мы снова сделаем это». Мне нужно, чтобы вы сделали нечто пророческое. На счет три, я хочу, чтобы вы шагнули вперед и были как человек, который входит в глубокий, и в глубокую хвалу. Вам не следует молиться. Послушайте, вам не нужно просить об этом, но хвалить так, будто вы только что уже получили это. Вам нужно вести себя так, будто ваш телефон зазвонил в церкви, и вам пришлось побежать в сторонку, и кто-то сказал, «Слушай, знаешь этого мужа, который ты думала никогда не получит спасение? Знаешь этот врачебный отчет, который говорил, что у тебя есть то же самое, от чего умерла твоя мама и ее мама? Мы этого не находим. На счет три, я хочу, чтобы сделали этот шаг и начали хвалить так, словно Бог исполнил это. И когда ты славишь из твоей позиции, когда ты славишь из этого, не просишь за это, Бог начинает немедленно вмешиваться. И если ты веришь в это, если ты веришь в это, готовы? На счет три, мне нужно, чтобы вы воздали Богу хвалу и услышать, верите ли вы? Сколько из вас уже имеют в мыслях что-то прямо сейчас? Подумайте об этом. Подумайте. Раз, два, три. Субтитры сделал DimaTorzok Поднимитесь вы, двери древние, и войдет царь славы. Кто есть этот царь славы? Господь Сильный и могущественный Могущественный Отец Сильный Играет Играет Играет